АРМЕНСКОЙ СЕМЬЕ Всю свою жизнь и все свои силы отдал Израиль Ари на дело освобождения армянского христианского народа от Иго Турции и Персии, которые раздирали Армению на части. Он родился в 1658 году в княжеской армянской семье. В 19 лет с благословения католикоса всех армян окопа IV Израиль отправился с делегацией за помощью против захватчиков. Сначала был Константинополь, потом Вена, Париж, Венеция. В Париже он вступил в армию Людовика XIV, стал вести переговоры с высшими кругами, однако равнодушие было ему ответом. В 1699 году вместе с другими армянскими князьями Израиль Ари составил воззвание к европейским лидерам. Император Римской империи Леопольд I посоветовал ему обратиться за помощью к России. И вот в начале XVIII века армянский посланник встретился с Петром Великим. Русский царь конкретно пообещал помочь единоверцам сразу после окончания Северной войны. В 1707 году в форме полковника русской армии во главе большого разведывательного отряда из казаков Ари вступил в Персию. Израиль вел переговоры с лидерами местных грузин и армян, побывал в Шамахе, Исфахане. В 1711 году, возвращаясь с миссией обратно в Россию, в Астрахани, Исраиль умер. Современные некоторые исследователи подвергают сомнению личность Исраиля Ари, считая его авантюристом. Однако официальная точка зрения неизменна. Ари – один из национальных героев Армении. И, конечно, искренний христианин. Ари – один из национальных героев Армении.